Здравствуйте дорогие друзья! Здравствуйте мои подписчики и гости моего канала! Рада вновь встретиться с вами! Сегодня мы посетим природную замечательную достопримечательность Лазаревского района города Сочи – Свирское ущелье. Из поселка Лазаревское ходят автобусы номер 69 или номер 70 до Свирской улицы. Это конечная остановка этих маршрутов в течение 15 минут от центра. От кафе «Минутка» подъем в гору продолжительностью 800 метров до деревянного указателя, где кассы и вход в ущелье. Алиандр уже распускается. Красные красивые цветочки. Он бывает еще розовый и белый. Гортензия. Банан растет. Замечательно просто. Речка Свирка сейчас немноговодная. В прошлый раз, когда я приезжала в апреле, здесь просто было полно воды до краев, как говорится. И настолько она бурлила, шумела. Вот я нашла кадры, которые снимала в апреле прошлого года. Вот такая она была полноводная, речка Свирка. Река Свирка начинается на склонах горы Бостепе, где собирает воду с двух крупных притоков. Около 6 километров бежит по довольно пологому руслу. Пересекает поселок Лазаревское. И узкой лентой впадает в Черное море. Кстати, летом 1991 года часть Лазаревского была смыта наводнением, образовавшимся из-за сильного разлива рек Псезуапсе и Свирки. Красивая мирная река мгновение превратила улицу Свирскую в грязный поток. Так что, друзья, на побережье Черного моря, в предгорьях, где горные речки текут, бывают вот такие катаклизмы. От Сочи до Свирского ущелья почти 70 километров. Добираться нужно сначала на электричке до станции Лазаревская, затем пешком либо на автобусе. В Свирском ущелье тоже множество отелей. Ну, чуть далековато от моря. Я думаю, минут 15-20. Ну, в принципе, это тоже недалеко. Вот еще отель, называется Самара. Реконструировали фасад. Вот такой вот. В общем, друзья, тут множество отелей на любой вкус. И, думаю, ценовой диапазон. Так что, я думаю, все желающие найдут себе забронировать местечко. Вот мы пришли к входу в Свирское ущелье. Поскольку Свирское ущелье – объект Сочинского национального парка, для прохода необходимо оплатить парковый экосбор в размере 200 рублей. Но дети до 18 лет проходят бесплатно. И пенсионеры тоже имеют такую льготу. Но, друзья, как говорится, предупрежден – значит вооружен. Надо иметь при себе наличные деньги, потому что здесь интернет совершенно не работает. И нет связи. Невозможно перевести онлайн-переводом деньги. И нет электронного терминала для оплаты карты. Так что, друзья, если хотите попасть в Свирское ущелье, обязательно берите с собой наличные деньги. На старых картах первой половины 19 века река обозначалась под названием Копс или Куапс. Однако со временем этот гидроним перешел на соседнюю долину современная река Куапсе или Мамедова щель. Своё нынешнее название река Свирская получила в первой четверти 19 века по фамилии техника-механика Свирского, владевшего дачей в долине реки в конце 19-го – начале 20-го веков. Ну что ж, друзья, идём в живописное Свирское ущелье. Заблудиться по дороге к ущелью будет довольно трудно. На всём пути то и дело будут попадаться сделанные окраской указатели на валунах, на гальке, на деревьях. Здесь в тени отвесных скал протекает река Свирка. Благодаря этой небольшой, но мощной горной речке собственно и образовался уникальный и живописный Сочинский каньон. Начиная свой путь в верховьях горы Бост-Ипе, река спускается в Чёрное море, образуя на своём пути многочисленные водопады и заводи. Экскурсионная тропа даёт возможность подробно рассмотреть все водопады, каждый из которых по-своему привлекателен. Прямой солнечный свет редко добирается до глубины ущелья, поэтому вода здесь всегда прохладная, не более 15 градусов, что однако не останавливает туристов от соблазна искупаться в одной из водных чаш, особенно в летний зной. Какая вокруг красота! Как можно не любоваться всем этим прекрасным великолепием! А посмотрите, друзья, на эти ягодки. Мы сначала все подумали, что это земляника. Ну да, конечно, это земляника, но только ложная. Она ещё по-другому называется. Индийская земляника, дюшинея или лобчатка индийская. Оказывается, она несъедобная. И лучше, конечно, не испытывать судьбу. Тем временем мы дошли до поляны для пикника. Конечно, помимо открыточных видов, со скалистыми пейзажами и другими природными красотами, Свирское ущелье может порадовать отдыхающих и обилием мест для отдыха и пикника. Пройдя около 200 метров вдоль русла реки, будет большая травянистая поляна, вот до которой мы уже дошли, недалеко от водопадов. Место оборудовано всеми удобствами для комфортного времяпровождения. Широкие деревянные столы, скамьи, мангалы для готовки на открытом огне. Самый близкий и красивый водопад находится в узком каньоне на расстоянии всего лишь 500 метров от входа. Вот таким образом приятно журчит река, не торопясь, не спеша по камушкам. Замечательно просто. Душа поет. Общение с природой. Что может быть лучше? Естественной природы. Завязали ленточки, загадали желание. Возможно, чтобы вернуться. А может просто на какое-то желание. Вот такая красота, друзья. Полюбуйтесь. Передаю вам лучики солнца, добра и вот этой красивой природы. Благодаря специально построенной дорожке для туристов, конечно, довольно легко можно дойти до водопада по узкому проходу. Сказали, водопад рядышком. Смотрите, какие пласты вековые. И какая на них растительность. Какие отвесные скалы. Какое ущелье. Не перестаю восхищаться природой. И погода благоволит. Так что идем, друзья. Гуляем дальше. Идем до водопадов. Сказали, там очень красиво. Ну что ж, посмотрим. Идти осталось совсем недолго. Я встретила мужчину. Он говорит, совсем чуть-чуть осталось. И там очень красиво. В общем, друзья, хочу вас предупредить. Здесь, под пологом леса, есть довольно такие скользкие участки. Поэтому обязательно нужно одевать не скользкую, удобную обувь, кроссовки. Чтобы не подскользнуться и, как говорится, не нажить себе неприятностей. Все-таки это ущелье, полог леса, скалы довольно влажные. И тем более, когда шли дожди, то становится довольно скользко. Так что имейте это в виду во избежание различных неприятных ситуаций. Не знаю, передает ли камера, но мне очень бы хотелось передать вам эту атмосферу. Посмотрите, какое ущелье. Свирское ущелье называется. Как тут хорошо дышится. Вот течет река Свирка. Несет свои воды к Черному морю. Вот такие отвесные скалы, друзья. На входе, кстати, висит предупреждение, что возможен камнепад. Будьте осторожны. Ну, честно говоря, я не знаю, как здесь быть осторожным, если начнут падать камни. Открываются виды. Все красивее, интереснее и экзотичнее. Как будто в какой-то сказке. Такое ощущение, что тут где-то бродит леший. Смотрите, друзья, тут все влажное. Капает водичка. Такое очень влажное ущелье. Но очень красивое. Капает водичка. 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 Мои труды, как говорится, были вознаграждены и перед моим взором открылась вот такая вот красота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сверского ущелья, расположен в самом конце каньона, по которому и нужно пройти, чтобы увидеть водопад. Что мы с вами и сделали. Высота около 8 метров. Глубина купели у водопада в период, когда речка полноводна, достигает 2 метров. Над купелю нависают мрачные скалы, среди которых водопад прорезал себе путь. Говорят, что не спадающая по каменному желобу вода святая и способна смыть все грехи, ну или почти все. Поэтому искупаться в Сверском водопаде весьма полезно, хотя и очень холодно. Уникальные условия погоды и теплые черноморские ветра способствуют разнообразию растительного мира Сверского ущелья. Сначала марта по октябрь в долине Сверки начинается период обильного цветения. Горные лилии, примулы, цикламены, пышные ковры мха или шайника застилают стволы самшитов обвитых лианами. Кое-где растет алыча, грецкий орех, дикая ежевика и малина. Ущелье находится на границе между субтропической и средиземноморской климатической зоной. Потоки морского бриза, идущие по ущелью, смягчают летний зной. Если поднять голову, то можно увидеть редких представителей флоры, в частности самшит, тис, лавровишню, плющ. Из-за свежего морского воздуха здесь произрастают папоротники причудливой формы. С весны и до поздней осени долину, образованную ущельем, украшают красивые цветы. Фауна здесь тоже очень богата и разнообразна, так как это заповедная зона. В лесах животные обитают во множестве разных видов. Можно увидеть и грозных хищников, волков, шакалов, лесных котов и безобидных грызунов, белок, зайцев, мышей. Здесь также обитают медведи, олени, серны, горные туры, кавказские зубры, кабаны и косули. Также здесь обитает более 300 видов различных птиц. Можно увидеть не только чаек, голубей, синиц и воробьев, но также звонкоголосых зябликов, гордых коршунов и орлов, а также лесных сов. Вот такая уникальная природа Сверского ущелья, друзья. Чтобы посмотреть Сверский водопад, друзья, от Пикниковой поляны, мы повернули направо и шли по правой тропе. А если вернуться до Пикниковой поляны и пойти в левом направлении, то там располагаются другие достопримечательности Сверского ущелья. Это водопад Тещины Слезы, водопад Адам и Ева, также Лунный Камень и Дольмен. Эта тропа более сложная и надо быть одетым соответствующим образом в очень удобной обуви. Поэтому я дошла только до развилки, где находятся указатели на различные достопримечательности этой тропы. Дольмен находится довольно далеко, среди буковых зарослей. Это уже рукотворная достопримечательность. Древний каменный дольмен корытообразной формы. Верхняя часть дольмена расколота, а сам он наполовину завален землей. Снаружи конструкция покрыта старинными знаками, петроглифами. Люди, неравнодушные к эзотерике, приписывают этому месту мистические свойства. Другой известный артефакт Свирского ущелья – загадочный лунный камень. Необычная каменная глыба по своей форме напоминает царский трон, а ее высота составляет приблизительно 5 метров. Следующая достопримечательность – это водопад зрелищной Тещиной Слезы. Под его широкими струями находится естественный водоем, пригодный для купания. Последней достопримечательностью, но не по красоте, является водопад Адам и Ева, который лежит в самом конце Свирского ущелья, скрытый от посторонних глаз. Каскад состоит из двух разных по высоте водопадов, благодаря чему, видимо, и получил свое название. Ну что ж, друзья, подведем итоги. Если мы зададим себе вопрос, стоит ли идти в Свирское ущелье, я отвечу – да, обязательно стоит. Это очень красивые места. Единственный нюанс – надо одеться соответствующим образом, в очень удобную обувь и в очень удобную одежду. Потому что вторая тропа предполагает значительных усилий, и одолеть вторую тропу можно только, если вы действительно будете одеты соответствующим образом. Ну что ж, друзья, вот такая замечательная прогулка у нас получилась по Свирскому ущелью. Это действительно заповедные, красивые, природные места, и они стоят вашего внимания. А на этом все, друзья, но я с вами не прощаюсь, а как всегда говорю – до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.